Здравствуйте! Меня зовут Тилков Сергей Валерьевич. Я риэлтор, занимаюсь недвижимостью в городе Рязани. У специализации вторичка и новостройки. В этом видео обзоре покажу вам однокомнатную квартиру по адресу Рязань, Княжи Поле, дом 4. Вот обзор вашего внимания. Так, начинаю вам экскурсию по самой квартире. Второй подъезд, 11 этаж. Квартира 40 с половиной квадратных метров. Это называю я площадь вместе с лоджией. Входная дверь, замочки. Кто-то двери меняет. Это дверь от застройщика. Кто-то оставляет. Вокруг, если посмотрите, люди с этими дверями живут, устраивают. Значит, хорошо. Ну и заходим с вами непосредственно в саму квартиру. Так, смотрите, дверь изнутри. Конечно, одно из плюсов этой квартиры, то что есть такая вот ниша, кладовка, которая спасает помещение в самой квартире. Не надо строить какие-то шкафы-купе. Здесь вполне могут поместиться все ваши вещи. Сейчас еще достаточно она глубокая. Вот так вот. С этой стороны покажу. Тут можно и полочки поставить, и раздвижную дверь. То есть, когда в квартире такое есть помещение, очень даже хорошо. С правой стороны, на почти 4,5 метра квадратных санузел совмещенный. Соответственно, сюда метр семьста ванна входит спокойно. Место под раковину. Можно дверь, сами знаете, пластиковые трубы. Тут унитаз. Тут место под стиралку. То есть, вы сюда все. То есть, стиральная машина в у вас здесь. Место сохранили. Некоторые приходят ставить ее на кухню. Тут такого не произойдет. Следуем дальше. Так, вправо у нас комната 12,5 квадратных метров. Ну, если учесть, что здесь не надо шкаф-купе какой-то городить. У вас есть кладовка классная. То есть, вполне она квадратная для жилья. Очень даже неплохо. Так, ну, кухня здесь 14,5 квадратных метров. Квартира с индивидуальным по-квартирным отоплением. Ну, соответственно, рязанцы знают, экономия по коммунальным платежам. Это тоже важно. Достаточно широкая, большая вытяжка. С кухни выходит лоджия, что очень удобно. Лоджия тоже достаточно глубокая. Покажу вам вид из окон. Тут как раз вот детская площадка, которая... Смотрите, я вам сейчас буду внизу. Вниз пойду и вам поподробнее рассказываю, что находится вокруг дома. Это вид на город. Вот такая красота. Квартиру вам показал. Сейчас выйду на улицу, покажу, как выглядит дом. Покажу вокруг, порассказываю, что находится в окружении этого дома, где расположена эта квартира. Так, на квартиру я вам показал. Сейчас покажу вам сам дом с внешней стороны, что находится вокруг него. Так, это сам дом Княжеполя, дом 4. Видите, он разной этажности. Первый подъезд 16 этажей, второй подъезд 20-этажный. Как раз во втором подъезде находится квартира, которую я вам сейчас показывал. Вот такая вот территория. Хорошая детская площадка, большая. Сейчас вам покажу. Рядом вот эти строения, дома. Все это общий жилой комплекс Ломоносов. Сюда я камеру сейчас... Так, ну, во-первых, вот эта вот дорога. Ну, тут парковка кругом у нас. Вот тут дорога и это улица Княжеполя. Туда идет в сторону улицы Интернациональной. Сейчас вам приближу. Очень удобно, если есть детишки маленькие. Здесь, по-моему, непосредственно детская больница, поликлиника. Слева для ориентира это перинатальный центр. Чуть дальше туда взрослая больница. То есть с больницами у нас тут все в порядке. Далеко ходить не надо. Чуть дальше торговый центр Кит. Рынок по субботам. Ну, это для тех, кто не знает, что такое микрорайон Семчино. Вот дом квартиры, которые я вам сейчас показываю. Туда идет у нас дорога вглубь Семчино, улица Княжеполя. Там у нас расположен детский сад. С левой стороны, видите, краны стоят. Идет строительство школы. Но обещают в 2025 году уже принимать детишек. Чему мы будем очень рады. Детей в микрорайоне много. Микрорайон молодой, молодежи много. Люди тут разных возрастов. Кто постарше любит, чтобы было все и магазины, и территории, и парки. И чтобы было потише. Поэтому выбирает вот этот район. Ну, молодежь. Молодежи много, детей много. Так, ну, тут вам сейчас все показал. И сейчас пройдем, покажу вам детскую площадку, что находится дальше за домом. И парк вам покажу, аллею. Так, это табличка с номером дома. Я, кстати, здесь сам тоже проживаю. Мне нравится. И другим советую. Вокруг такая вот клумба. Управляющая компания смотрит, убирает, следит за насаждениями. Периодически все тут поливается. На первых этажах какие-то магазинчики. Вот тут констовары. То есть для жителей, если вдруг нужно, можно приобрести непосредственно рядом. Не то, что рядом, в своем доме. Так, сейчас пройдусь вот до второго подъезда. Покажу вам детскую площадку, что находится там дальше. Так, сейчас прошел немножко вперед. Вот это как раз второй подъезд, где квартира эта находится. Сейчас приближусь. У нас в доме. Почему у нас? Потому что я сам тут как раз и проживаю. Вот сейчас приближусь. Установлено видеонаблюдение. То есть у каждого жителя есть доступ к камерам. То есть к записям, что происходило. Что видно было на этих камерах определенное количество времени. Несколько раз это выручало. Потому что бывали то, что столкновения автомобилей. Люди стукнули, уехали. И непонятно, что это дело. Камера выручает. И вот это все такая вот у нас большая детская площадка. Площадка, я считаю, одна из интереснейших в районе. Сюда приходят детишки с разных домов. Что очень хорошо. Для детей тут много где есть поиграть. Она открытая. В некоторых домах рядом тоже открыты площадки. Ну, с мамашами, с мамами, с детишками. Тут надоело, туда перешли. Тут тенечек, там солнышко. Можно перемещаться между детскими площадками. Чтобы ребенок не перегружался и не было так скучно. Так, а здесь показываю вам сам дом. Княжи Поля 4 с торца. Подъезды в этом доме сквозные. То есть можно подойти, зайти в дом и с левой стороны. Ну, как сейчас от меня. Так же машину здесь пропарковать. Парковка. Там как раз площадка. И с правой стороны также есть парковочные места. И можно зайти оттуда. То есть кому как удобно. У кого как окна выходят. Кто-то ставит с этой стороны. Ну, вдруг там приглядывает за машиной. Мало ли что. А кто-то ставит с правой стороны вот. Из окон смотрит за своим автомобилем вот так. Опять же всякие вот эти сигнализации с автозапуском. Удобно из окна завести машину. То есть хоть справа ставите у вас окна. Выходит туда завели. Хоть слева. Ну, хоть вот здесь вот вам. Паркуйтесь. Очень удобно. Сквозные подъезды. Я считаю это очень хорошо. Так, сейчас показываю вам входную группу. Сам подъезд. У нас пандус для колясок. Вот. Это подъемный механизм. Для у кого проблемы со здоровьем. Почтовые ящики. Сейчас покажу вам лифтовой холл. Так. Покажу вам лифтовой холл. Так как это во втором подъезде у нас 20 этажей. Тут у нас три лифта. Сейчас вам покажу тоже. Под что я вам говорил раньше. Тут выход еще один на улицу. Соответственно подъезд сквозной. А эта лестница пошла на всякий случай наверх. Так. И несколько кадров еще с этого ракурса. Вот этот дом где находится квартира. Тут у нас такая вот интересная. Я считаю всеми жителям район любимая. Аллея. Семчин. Да. Там улица. У нас же поле. Тут лавочки. И вот так. 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 И там улица Семчинская. Поэтому вечером здесь гуляют. Детишки на велосипедах ездят. Люди сидят на лавочках пожилые. То есть такое вот место достаточно у нас знаменитое. Отсюда также видно, что рядом находится еще один детский сад действующий. То есть я вам там показывал. Детский сад есть в конце улицы. Строится школа. И тут еще один детский сад. Так что у жителей ближайших домов детский сад под боком. Очень хорошо. Так. Ну и главное, что рядом есть магазины, аптеки, пятерки как всегда. В самом доме на первых этажах с этой стороны есть там Amazon Wildberries. То есть по большому счету микрорайон и место прокачано и магазинами и всякими другими инфраструктурными объектами. Ну в принципе вам все показал. На этом мой видеообзор подошел к концу. Показал вам квартиру. Показал вам обстановку вокруг этого дома. Сам дом. Ролик заканчиваю. Всем доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok